Что происходит в мире? Почему меняется климат? Продолжаем собирать пазлы и составлять целостную картину происходящих климатических изменений на планете. Апрель 2017 года. 500 айсбергов было вынесено течением к судоходным путям, что в 6 раз превышает средний показатель. По словам специалистов, причиной данного явления служат глобальные изменения циркуляции в стратосфере, глобальное потепление, изменение температуры океана и направления ветров. В Италии произошла серия небольших землетрясений. Только за ночь с 9 на 10 апреля зафиксирован 21 подземный толчок. В Аргентине вследствие возникших наводнений в городе Камадуро-Ривадавия было эвакуировано более 7,6 тысяч человек. В Новой Зеландии возникло сильнейшее за последние 500 лет наводнение. Уровень затопления достигал двух метров. В Казахстане вследствие паводков объявлен режим чрезвычайной ситуации в семи областях страны. За неделю от наводнений пострадало 52 населенных пункта. Под воду ушли более 1900 домов. Повреждено 120 участков дорог. Эвакуировано более 4,7 тысяч человек. В Доминикане вследствие наводнений 75 населенных пунктов были отрезаны от внешнего мира. В Эквадоре продолжались свирепствовать интенсивные ливни. Рекордные осадки выпали в городе Гуайакиль. Здесь за сутки выпало 143 литра воды на квадратный метр. Всего с начала года в Эквадоре от ливней и их последствий пострадало более 127 тысяч человек. Было повреждено 28,9 тысяч жилищ. То, что объединяет человечество, является естественным и должно поощряться. И наоборот, то, что разъединяет людей, является искусственным и должно быть преодолено. Тур Хейердау. Эта история произошла в небольшой деревушке Британии на северо-западе Франции. В 1988 году здесь прошел сильный шторм. Ветер со скоростью 55 метров в секунду разрушил все на своем пути, в том числе и линии электропередач. Две недели регион оставался без электричества. В первую ночь после шторма одна женщина прошлась по поселку и пригласила всех жителей собраться у нее дома на совместный ужин. У нее было много еды в холодильнике, которая без электричества быстро бы испортилась. Пришло более 20 человек. Готовили ужин вместе. Сообща зажгли свечи и разожгли камин, чтобы согреться. Все общались и заботились друг о друге. Каждый из пришедших испытал неописуемое чувство единения. Все словно очутились совсем в другом времени и казалось, что даже время остановилось. На следующий день уже другая женщина сообщила, что у нее также много еды и она ждет у себя всех жителей на ужин. И так каждый день на протяжении двух недель все ходили всем поселком друг другу в гости и хорошо проводили время. Каждый житель перестал заботиться только о себе и своей семье и начал также заботиться о благе окружающих людей. Все вносили свой вклад в восстановление поселка и обеспечение едой. Так как перестали работать заправки, дети ходили пешком в магазин, проходя в соседний город пять миль и обратно. Они лучились радостью и счастьем, что помогают и что их труд важен для остальных. Взрослые убирали поваленные деревья и ремонтировали поврежденные здания. Некоторые дома были полностью разрушены, но жители не печалились, они осознавали ценность того, что остались живы, что жизнь продолжается. А самая главная причина отсутствия печали была в том, что они чувствовали заботу окружающих их людей, тепло их сердец, непрерывную помощь и заботу о них и о друг друге. Позже, когда включили электричество, все вернулись к своей обычной жизни, но до сих пор каждый с радостью вспоминает это время. Когда, сидя возле костра, старшее поколение делилось своим приобретенным за жизнь опытом, рассказывали легенды, которые слышали от своих бабушек и дедушек. Каждый до сих пор продолжает чувствовать ту заботу, которая исходила от других и продолжает исходить. Всегда и везде важно оставаться человеком, протягивать руку помощи и заботиться друг о друге. Объединение людей — залог выживания человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм, это живая книга. Сознание и личность от заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.